Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Подписан указ о новой системе адресной господдержки в жилищном строительстве. Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижается с 13 до 12% годовых. Перспективы жилищного строительства в центральном районе Гомеля – интервью с экспертом. 2 августа в Гомеле пройдет аукцион. На торги выставят 9 земельных участков. А теперь обо всем подробнее. Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижается с 13 до 12% годовых. Решение принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления Нацбанка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере. Инфляция сохраняется на низком уровне. Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в шестой раз с начала года. К другим новостям. Подписаны указы о новой системе адресной господдержки в жилищном строительстве. Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям и детям-сиротам. Также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий станут все граждане, имеющие право на получение господдержки по 13 указу. Также предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранами боевых действий на территории других государств. При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно с сохранением принципа одноразовости ее получения. Сумма господдержки будет рассчитываться, исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления такой поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных. Ранее начальник управления жилищной политики Минстру архитектуры Александр Горваль сообщил, что условия, на которых будет предоставляться господдержка, изменяются. Например, кредиты на строительство жилья можно будет взять не на 20 и 40 лет, а только на 20. По его словам, принципиальная разница в том, что если сейчас компенсация из бюджета льготных кредитов идет напрямую банкам, то по новому указу она будет идти гражданам. К другим новостям. Первый 18-этажный дом, первые дома переменной этажности с вентиляционным фасадом и в скором будущем первый в регионе детский сад расположены в многоэтажке. Все это построили или вот-вот построят в центральном районе Гомеля. Вообще, примерно за 10 с небольшим лет здесь выросло несколько новых микрорайонов. Введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья. В пересчете на квартиры более 30 тысяч. За это время население района увеличилось на 40 тысяч человек. И сейчас составляет уже более 120 тысяч. Темпы строительства жилья несколько лет назад в центральном были самыми высокими в городе. Сейчас они замедлились. Заканчиваются свободные площади. Но все равно пока удается находить возможности для возведения новых многоэтажек и выделения территорий для частного домостроения. О жилищном строительстве я поговорила с главой администрации центрального района Гомеля Андреем Горбачевым. Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются, чтобы в центральном районе продолжали появляться новые дома? У нас здесь два направления. Первое – это работа с индивидуальными застройщиками. То есть это люди, которые уже начали строить свои индивидуальные дома. А также мы находим участки, которые можно сформировать для последующей продажи и строительства индивидуальных жилых домов. Это первое направление. Второе – это мы вносим предложение в управление архитектурой горосполкома о том, где бы, на наш взгляд, было неплохо произвести снос либо ветхого жилого фонда, либо жилого фонда, который сегодня и морально, и материально уже устарел. И на их место привязать многоэтажные дома. Прежде всего это касается магистральных улиц. Задача номер один – это улица Кирова. Поэтому вот в этом направлении мы и работаем. Что касается первого направления, как понудить человека строить дом. Ну, конечно, у человека должно быть свое желание, ну и, конечно же, возможности. Потому что, допустим, есть такой у нас микрорайон частной застройки «Забег». Это в районе гостиницы «Турист». По старому генплану люди не могли там ничего строить новое, потому что эта зона была предусмотрена для резерва многоэтажного строительства. По новому генплану им это право дано. И вот наша задача на этом этапе – людям это объяснить, рассказать и таким образом вызвать интерес к индивидуальному жилищному строительству. И это получается. Результаты уже есть. Пошли первое заявление на проектирование строительства именно в этом районе. Второе – это поиск участков для формирования и продажи с аукциона. Здесь, прежде всего, мы работаем с микрорайоном Старая Волотова, потому что там исторически сложились очень большие огороды у существующей застройки. При нормативе максимум 15 соток мы встречаем огороды 20 соток. И если есть возможность, обрезав арендную землю, сформировать земельный участок для аукциона, мы это делаем. Результаты есть и на улице Брянской, и на улице Кленковской, и на улице Старо-Волотовской. За последние полтора года мы нашли таких 12 участков, из которых почти половина, по-моему, 5 или 6, 5 точно, по-моему, даже 6, уже проданы. То есть люди интересуются индивидуальным жилищным строительством. Ну и кроме того, в этой же Старой Волотове мы сегодня прорабатываем вопрос с нашим застройщиком Уксом построить улицу из индивидуальных жилых домов, что позволит нам подойти еще к формированию дополнительных земельных участков, кроме этой улицы, и увеличить объемы индивидуального жилищного строительства именно здесь, в центральном районе. Что касается улицы Кирова, либо улицы Тельмана, там, где мы инициируем вопрос формирования участка, привязки многокажного дома со сносом существующих, тоже есть результаты. Это и на улице Кирова, в районе улицы Дынды. В настоящее время уже три дома будет привязываться и разрабатываться проект изъятия, проект строительства. Поэтому люди, которые живут в этих домах на улице Кирова, которые подлежат сносу, с пониманием относятся к этому происходящему. И, скажу больше, некоторые из них даже с радостью ждут этого, потому что, опять-таки, находясь на этой улице, эти дома не могли реконструироваться, только текущий ремонт, а когда людям сказали, что их будут сносить, и это будет ближайшая перспектива, они, конечно, с пониманием отнеслись, что у них скоро улучшатся жилищные условия. То есть работа администрации в организации строительства – это не работа УКСа по организации непосредственного строительства, это работа с людьми по направлению индивидуального жилищного строительства и по внесению предложений для улучшения жилищных условий людей от, следовательно, и архитектурного облика нашего города. И последняя новость программы, продолжающая тему жилищного строительства. 2 августа в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 5 земельных участков для приобретения в частную собственность. Они расположены по улице Старого Лотовской, на Старого Лотовском и Луговом переулках, в районе улиц Гвоздичной и Аграрной и в поселке Новая Жизнь. Кроме того, на аукционе будут представлены 4 земельных участка для использования на правах аренды. Они находятся в 16-м, 18-м микрорайонах, в районе Реческого проспекта и улицы Косарева, а также в Красном Мэйке. Принять участие в аукционе действительно на сегодняшний день, мне кажется, намного проще. Потому что, во-первых, вся информация содержится на сайтах. То есть, вот если зайти на сайт Гомельского горосполкома, мы увидим отдельным даже блоком мы создали, что земельные участки продаваемые с аукциона. Кликая на вот этот блок, мы переходим на сайт той организации, которая у нас уполномочена на территории города проводить аукционы. Это Гомель-Геодес-Центр, где есть разделы, посвященные, скажем так, земельным участкам, сформированным, в отношении которых объявлен уже аукцион, результаты предыдущих аукционов. То есть, если мы хотим посмотреть результаты, то, естественно, заходим в определенную графу. Если мы хотим посмотреть, что на сегодняшний день у нас в объявленных, опять-таки, кликая на определенную строку, мы заходим и видим, причем со ссылкой на спутник, на карту. То есть, мы видим, что это за участок, его площадь, начальная цена, сумма, задатка. То есть, в принципе, вся информация доступна потенциальному покупателю. Что необходимо для того, чтобы принять участие в аукционе? Если вы, человек уже определился с участком, ему понравился участок, то есть, в принципе, объявление висит 30 дней. То есть, до даты проведения аукциона, объявление о предстоящем аукционе висит на сайте 30 дней. То есть, человек может уже определиться. Для участия в аукционе ему необходимо обратиться в организацию, которую я назвала «Гонзель Гердис Центр», подать заявление, оплатить сумму за датка, которая указана. В основном это составляет где-то 5-7% от начальной цены. То есть, предоставить квитанцию, написать заявление и, в принципе, прийти в тот день, когда назначен аукцион. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 310948 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома. Или 419786 – это Гомель Геодез Центр. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова